Всем привет, с вами Алис Канамбереда. Сегодня мы говорим о главных из землетрясениях. Начинаем обзор солнца, как обычно, включая наш контеатр и смотрим, что происходило на нашем светиле за последние часы. Ну, мы видим, обратите внимание, вот довольно-таки мощная вспышка произошла в северном полушарии. Получается, сразу между 10 и чуть ли не двумя часами, вот в этом диапазоне. И плюс, обратите внимание, между 6 и 7 часами здесь, судя по всему, процессы отрыва протуберанца. Видите, вот такое медленное явление, в отличие от вспышек, которые быстро происходят, даже 6 и 8 часов. И вот он полетел, полетел в пространство. Ну, а дальше там уже добавилась немножко вспышка, потому что дестабилизация, судя по всему, произошла. И вот еще дополнительно в эту сторону полетела вспышка. Ну, в принципе, это все не направлено в сторону нашей планеты, либо коснется каким-то образом по касателе, не напрямую. Давайте посмотрим, что у нас. Последний кадр показывает, а плазма здесь с южной половины Солнца, ну и с северной уже практически летела. Можно вот здесь увидеть небольшие скопления плазмы. Давайте посмотрим теперь на приборы, что у нас интересного происходило. Максимальная М1,61, что не так уж и много, вспышечка произошла. Всего 2 М-ки наблюдалось за этот период. И давайте посмотрим, это какая-то зона с прочерком у нас. М1,5, но это, судя по всему, как раз северном полушарии там вызвало. Мне кажется, что эта зона к нам подворачивается, на самом деле, в настоящий момент. И 38-14 тоже выстрелила М1. В общем-то, на этом и все. Еще 23-я зона здесь дает вспышки уровня С. Вероятность С-класса 99%, М-класс 55%, Х-класс 15%. Средний уровень сейчас. Ну, давайте разбираться, что здесь происходит. 23-я зона вот уже от нас отворачивается. Это нам не интересно. Да вообще, вот этот весь конгломерат уже все уезжает от нас. Что нам интересно, это 38-14 зона, которая хорошо развилась, мощные пятна. Также там 22-я зона такая интересная. И вот ребята что-то непонятно не дают номер. Здесь явно номер 38-24 уже напрашивается. Полноценная активная зона, недалеко от экватора. К концу недели будет смотреть прямо напротив нашей планеты. То есть, вот, наблюдаем, наблюдаем, что будет в этой зоне. А всего, если взять статистику, то 61 пятно сейчас в 9 активных зонах. Из них только одна бордового цвета, 38-14, нет, 13 пятен и в уровне бета-гамма-зета. Так, ну что, давайте теперь посмотрим в другом диапазоне, как у нас выглядит. Да, вот здесь вот за горизонтом мы видим на 8-ми часах, да и на 10-ти часах здесь тоже активные зоны есть. Но вот пятен нет. Вот у нас новоиспеченная здесь зона. А плюс, обратите внимание, судя по всему, вот здесь дыры как-то более структурно стали оформлены. Да, и с севера, и с южной стороны. Вот это вот интересно. Так, РУС-2341 дарит сердечко. Спасибо большое. А юзер МИГ-7 также дарит сердечко. Вот Ральф пишет интересное сообщение. Солнце светит, плазма летит, вспышка взрывается, магнитная буря начинается. Да, но она что-то не началась пока. А так, конечно, стих очень складный. Спасибо большое. Оксана Шевченко пишет, красота. Благодарю, Алекс. Спасибо вам большое. Юзер HY1 пишет, скажите, пожалуйста, в основном все землетрясения на глубине 10 километров. Это так или просто они не заморачиваются с изменением глубины? Да, ваше понимание абсолютно верно. Они просто берут и округляют, не рассчитывая, то есть не тратя время на расчеты. Так, спасибо за комментарии. Идем дальше. Давайте дыры теперь рассмотрим. Ну вот в северной части, да, более такая оформленная дыра. В южной пока еще только разрастаются. Но, как говорится, все впереди. И вот эти вот две активные зоны, думаю, себя тоже через какое-то время покажут. То есть здесь, наверное, для любителей рисунков, смотрите, здесь очень-очень такая сложная структура. И можно здесь себе представить все, что угодно. Вот у кого на что фантазия работает, здесь, как говорится, бескрайнее поле. Ну а мы идем дальше. Теперь посмотрим, что у нас в Солнечной системе. Кстати, вот Венера, она в результате вот этой вспышки получит, судя по всему, дозу плазмы довольно-таки серьезную. Вот интересно, вот что у Венеры тоже нет искусственных спутников. Вот сделали бы так, чтобы передавали данные на нашу планету тоже, как себя ведет Венера. Да и вообще, Венера, как-то, мне кажется, незаслуженно не раскрыта тема, да. То есть вот Марс как-то лучше изучен, а Венера, что-то как-то ее забросили. Ладно, идем дальше. Геомагнитная обстановка 1+, все прекрасно. То есть вчера, получается, была ложная тревога. Сместили все на 13 сентября, видите. Но уровень тут же оставили КП-6, просто сделали смещение. Плазма не долетела, потому что там было по касательной. Но вот гала, которую мы видели, да, вчера обсуждали, вот она вот точно прилетит. Это вот никуда до этого не деться. И поэтому ставят здесь магнитную бурю. Так, переходим к вулканам. У нас ситуация абсолютно не меняется. Также у нас 66 вулканов в активной фазе при норме 40. Что интересно, на островах реки здесь извержение происходит. Ибо в Холмахеле выброс пепла произошел на 2700 метров над уровнем моря. Левотобе-Флорес 2700 метров над уровнем моря. Семеру в Восточной Яве 4300 метров. Дукона в Холмахеле 2700 метров над уровнем моря. Продолжается взрывная активность вот здесь на вулкане Белый остров. Ну там высота небольшая, 1200 метров над уровнем моря выделяется. А в Фуэго в Игватемале там выброс 4600. Ревентадор в Эквадоре тоже 4600. Ну, как всегда, круче всех Сабанкая в Перу. Там 7300 метров над уровнем моря. Выброс пепла составил. Давайте перейдем теперь к сейсмичности. Посмотрим, что интересно. 59 у нас крупных землетрясений. Магнитуды 4,8 и выше за последние 7 дней. И, в общем-то, это почти на 20% превышает норму в 50 крупных событий. Ну, давайте посмотрим за последние сутки. Вот они оранжевого цвета. Сынвичи острова 5,0 на глубине 10 километров. Затем 4,9 в Перу на глубине 116 километров. Это Тунга 5,0 на глубине 82 километра дает. И вот, пожалуй, наиболее такое существенное землетрясение 5,4 в Пакистане на глубине 10 километров. Ну, вот по статистике у нас 4 пятерки, 23 четверки, 104 троечки, 203 двоечки. Общий уровень активности признан как умеренный. И если перевести в атомные бомбы, то энергия выделилась на 0,8 атомных бомб. Так, вот такие вот у нас статистические данные. Теперь переходим к локальным новостям. Что здесь происходит? На Оливудских островах здесь 4,0 на глубине 26 километров у Атки. Потом окутанут 3,6 на глубине 25 километров. Ну, такая типичная картина в южной части Аляски. Здесь около Фьорда, около Динали. Восточный только. Сдвиг больше в восточную. И, смотрите, даже что-то взорвали. Не указана какая-то глубина. Но взрыв был. И в сторону Канады. Вот здесь вот идет на границе 3,0. 15 километров. Здесь 3,6 на глубине 8 километров. И прямо на границе вот здесь 3,2 на глубине всего 100 метров. Представляете, всего 100 метров глубина. Идем теперь Гавайи. Здесь проекция Килау. Но если на севере вот здесь активность. Да, здесь 2,5 на глубине 17 километров. Так, Трюду что-то там взорвал. 2,0 на высоте 4. Да, это магнитуды 2,0. И взрыв произошел такой. Высота 400 метров. Это Вайдаху. В самом центре землетрясения произошло 3,0 на глубине 13 километров. Озеро Юта. У нас активность полно. Полным-полно у нас от толчков в Калифорнии. Юг Невады у нас. Здесь 3,5 на глубине 11 километров выдал. Так, это у нас Нью-Мексико. Здесь парочка землетрясений. Двоечек неглубоких на глубине 10 километров. Вы смотрите, Техас западный здесь выдал опять более-менее серьезное землетрясение. 4,0 на глубине 7 километров на границе с Нью-Мексико. И очень много автошоков. Здесь меньшие магнитуды в Сан-Двоечке. Но тоже неглубокие 8 километров. В Центральном Техасе здесь 2,8 на глубине 2 километра. Юта в Калахоме произвели взрыв без указания глубины. Ой, смотрите, здесь какая активация-то активность. Вот здесь и в Порто-Рико и на восток. Вот здесь активность идет 3,8 на глубине 49 километров. 3,1, 27. 2,8 на глубине 20. Вот здесь в Северне 3,8 на глубине 10 километров. Северно-Менканской республики 4,3 на глубине 12 километров. Северне пролива 3,6 на глубине 43 километра. Опять же, в проливе 3,8 на глубине 134 километра, и на юго-западе Порта-Рика 4,2. Вот такая вот повышенная активность, согласно американской геослужбе. Переходим к основной карте, Средиземноморское агентство. Здесь 3,1-10 километров. У норвегов опять, да, Янмайен 3,4-3 километра, и реки Несда 4,7 на глубине 10 километров. И что мы видим? Мы видим довольно-таки редкое землетрясение. Это у нас как раз в Ирландском море, вот, ну, севернее Ливерпуле, наверное, да, то есть здесь, получается, на севере Англии здесь настолько уединенные места, здесь какие-то горы, судя по всему, ой, какой-то Бару, Инфюрнесс, населенный пункт ближайший. Ни разу не слышал про этот населенный пункт, но вот здесь вот какие-то Кумбрианские горы, вот тоже о них не слышал ни разу, видите. Настолько это глухие места, но здесь вот интересно, что видно, что ледники, да, ледниковые озера еще полностью сохранены, не просто ледниковая долина, а прямо вот с озерами, как они были, вы обратите внимание, и все идет как бы из центра, расходятся в разные стороны. Ну, вот, высота здесь горы 978 метров, не такая уж и большая, здесь главная вершина, но вот отсюда, вот с этого массива все расходится в разные стороны, да, то есть, наверное, с точки зрения туризма, это интересные места, да. Ну, вот здесь произошло 2,6 на глубине 5 километров. Так, на Канарах у нас тоже активность 3,8 на глубине 20 километров, и севернее 2,6-42 километра. Еще здесь более мелкое 1,9 на глубине 5 километров. Азора есть мелкое землетрясение в районе Гибралтара, 3,2-30 километров с севера Алжира. Восток Испании 1,7 на глубине 6 километров. Так, в Швейцарии на западе также, вот юг, центральная даже Германия, наверное, 1,3-13 километров с севера Италии, небольшая активность южной Италии, здесь двоечки. Юго-запад Польши дает 3,0 на глубине 1 километр, 2,3 на глубине 1 километр. И зона Вранча дает 3,2 на глубине 142 километра. Ну, такая типичная активность для зоны Вранча. Смотрим, что у нас. Юг Балкан здесь двоечки, да, Болгария 2,4-5 километров. Вот Греция 4,0 на глубине 11 километров. У Салонников здесь тоже 3,0 на глубине 11 километров. Крит дает 3,5-12 километров. В центре Средиземного моря 3,5 на глубине 97 километров. И запад Турции, смотрите, дает 4,2 на глубине 9 километров, что довольно-таки такое значимое землетрясение. Это получается на северо-восток от Измира, город Акхизар здесь находится. И здесь, смотрите, целая серия, да, здесь 3,0, 5 километров, 2,4. 3 километра, но основное, как раз где вот трасса здесь проходит, судя по всему, скоростная, еще и аэропорт какой-то. Да, и вот здесь тоже местность гористая, и там произошло землетрясение. В районе Семерки здесь 3,0, 2 километра, а так в основном двоечки в этом регионе. Северный Кипр дает 1,6 на глубине 39 километров. Побережье Черного моря дает 2,5 на глубине 5 километров. Озеро Ван 3,0, 5 километров и 2,4 на глубине 2 километра. Вот такие интересные события в Турции, Греции. Вот землетрясение в Пакистане, такое самое чувствительное. Ну, здесь, смотрите, горный хребет проходит, да, а здесь, судя по всему, какая-то низменность была. Может быть, ну, сейчас здесь Инд течет, штат Пинджаб, и видим 5,4 на глубине 10 километров происходит. Ну, вот это вот, где горы с равнины, это как раз те места, где происходят крупные землетрясения. Восток Индии 2,6 на глубине 25 километров. Ну, вот, что интересно, вот здесь Сахалин дает 3,8 на глубине 10 километров. Давайте рассмотрим. Прямо в глуши, прямо в глуши острова, да, здесь мы видим какую-то вот тоже горную систему здесь с высотой 519 метров. Но это чуть восточнее, здесь какие-то реки берут свое начало, и прямо здесь 3,8 на глубине 10 километров. В этом месте не видим мы никаких населенных пунктов, то есть настолько все глухо. Так что только медведи там почувствовали. 4,5 на глубине 60 километров, это к востоку от Камчатки, но вот здесь, судя по всему, затих пока очаг переместился вот сюда, вот он северный. Так, Япония, ничего нет, вот это обратить внимание, да, вот это удивительно, Курила, Япония, полное молчание. И на юг сюда, в сторону Гуама, Марианских островов тоже ничего нет. Север Филиппин дает 3,2,10 километров, 3,2,10 километров. Это уже центральная Филиппина, 3,1,13, ну, здесь троечки, да, там идут. А по востоку южных Филиппин 4,1,10 километров, 4,1,10, 4,2,14. В Малуфском море 3,2,13, 3,6,66. И Халмахер дает 3,4,129 километров глубины. А у Соловеси 2,6,122 километра, 2,7,28, 3,5,10 и 2,8,10 километров. Север Суматры дает 3,4,10 километров. Юг Ява 2,8,13. В Яванско море 3,6 на глубине 10 километров и еще 3,3 на глубине 10 километров тоже. В Восток Ява 3,073 километра, 2,5,11. Так, это у Ламбока 4,5,191 километр, 3,7,11 километров. И море Банда дает 4,6 на глубине 120 километров. Давайте заценим Австралию. Здесь 2,5 на глубине 10 километров. Здесь, видите, место интересное для землетрясения. Какое-то озеро и прямо вот получается в этом озере четко, да? Причем здесь, судя по всему, какие-то еще и, смотрите, вкрапления, типа острова, островки какие-то в этом озере. Вот высота здесь 556 метров, 409, вот такие вот высоты. И в этом месте происходит землетрясение. Северо-запад Австралии 2,7 на глубине 10 километров. Больше нет ничего Австралии. Так, Папуа в центре дает 3,4 на глубине 19 километров. Молчит, вот здесь Соломоны, Вануату, Новая Каледония, Фиджи, регион. Ну вот, Тонго 5,0 на глубине 80 километров, даже ближе к самому. У Кермандек острова 4,3,61 километр. И 3,8,532 километра. Такое сверхглубокое. Северный остров, давайте здесь 3,2,177, 3,1,183, 3,4,300, 3,3,5 километров и 3,5,113 километров. Южный остров дает 3,3 на глубине 16 километров. Так, Антарктида ничего нет, Африка тоже. Канада, ну, ничего нет, дополнение к американской службе. На Карибах тоже не видно. В заливе, в Калифорнийском, здесь 4,0 на глубине 3 километра и 3,1,6 километров. Чуть южнее, вот 4,0,15 километров, это в океане. Давайте заценим Мексику. Здесь что, Пуэбло дает 3,2 на глубине 49 километров. Калима, 3,4,4 километра, 3,6,9, 3,7, 3,7, 3,7,15, 4,1,5 километров. Опять троечки в заливе, у нас напротив Никарагуа и Сальвадора. Здесь тоже троечки такие мелкие. Куста-Рика, 3,1,20 километров дает. Север Чили, 4,9 на глубине 115 километров. Юг Боливии, 4,5,218 километров. Ну, вот в океане здесь 2,8,33 километра. Так, троечки в районе 100 километров. Со стороны Аргентины 3,8,217. В Аннах здесь южнее 3,5 на глубине 100 километров. Сан-Хуана здесь троечки средней глубины в районе 100 километров. 4,0. Сантьяго на глубине 40 километров. И Вольпо-Раиса дает 3,6,35 километров. 3,0,33 километра южнее 3,5 на глубине 65 километров. Так, ну, южная Чили сегодня вроде ничего не выдает. Давайте рассмотрим сэндвичи. Что, смотрите, это не рядом с вулканами, где вулканическая цепочка, а вот здесь, где ложбина какая-то. Здесь тоже мы видим рост вулканов происходит с глубины. Здесь 5,7-10 километров. Основной еще 5,0 автошок. 4,9-10. 5,0-10. 5,0-10 километров. И 4,7-10. Но мы видим, что, во-первых, ловят только крупные землетрясения. А во-вторых, глубина везде 10 километров. Скорее всего, просто отписывается. Так, ну что, давайте подводить итоги. И что интересно у нас сегодня, конечно, у Норвегов тут дела происходят. В Исландии, в реке Нессе, вот это вот удивительное землетрясение на севере Англии, на северо-западе. Польша, там активность в районе Икейского моря. Есть активность Пакистан. На Сахалине, в глуши, там у хребта, да, у Камчатки на востоке произошло землетрясение. Здесь в районе самого пятерочка. Сэндвичи довольно-таки очень активные границы Чили и Боливии представляют интерес. Ну, наверное, и все в Мексике там еще тоже. Да, и Техас, в Техасе тоже довольно-таки шустрые события происходили. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелабжи. Отличного упражнения. Да. Да.